Всем привет, это Аквик, и спустя месяца я наконец-то начинаю, точнее продолжаю ЛПшку на домены. Тут много чего произошло, точнее было обновление до 75 версии, я начал новую игру, уже пробил тут где-то 200 игровых дней. Пробил я за Никейскую империю, был в составе войск императора нашего, Феодора 2-го. Потом подал в отставку спустя 2 игровых месяца, так как я докачался до конца для их армии. Стал независимым лордом, бил степнях разбойников, бандитов, потом лорд меня принял, я стал стратегом, и я получил деревню Галлиполи. Кстати, вот эти две крепости захватили у Латинской империи, вроде бы все, но тут много чего, кстати, произошло. Огромное количество, так сказать, даже не знаю, событий. Во-первых, карта, как видите, остров Крит тоже наш, и остров Спит тоже. Это с Венецией, точнее, мы заключили мир с Латинской империей после двух захватов этой крепости. Ну, после захватов этой крепости. Потом, через, надо, двух игровых дней мы сразу объявили войну в Венеции. И пошли на войну с этим грудным Канди. Захватили, потом сразу же пошли на Сплит, захватили. Потом сил не хватило на захват Венеции. Точнее, мы пошли, 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 разграбили деревню Каурале и Чиожия. А потом разошлись, потому что сил практически не было. Кстати, с Венецией воюют еще и Венгрия. Вот они захватили крепость Пула у них. Также, как видим, тут Священная Римская империя захватила город Котор и Белград у Сербской республики. У них остались Смедриев замок, который сейчас даже битвой, как видите, идет. И Петров Варадин. Скорее всего, Священная Римская империя просто уничтожит их, к сожалению. Также, жители моей деревни, как написано было, написано в Венеции, убили несколько жителей Константы и же ручья. И у нас мы на грани войны с Болгарией. Ну, мы, в принципе, их надо захватить быстро, так как они даже вот бились за эту крепость Лариса. Была война с Альтинской империей, но у них уже примирие. Они не могли захватить ни этот, ни эта крепость. Как? И даже не знаю, какое у них вооружение плохое. Мы спокойно можем их... А, да, раз-два захватим всю их землю. И оставим вот этот замок виден где-то вдалеке. И все. Кстати, я узнал, если Никиевская империя захватит Константы и Нопынь, то мы станем Римской империей. На перекорстве этой Священной Римской империи. Также видим Бужи. Крепость Бужи захватили Костейское крыльство. У этих мавританцев Бордо все-таки освободилось в свой город. Англичан-Агличане захватили Дублин. И крепость Векскворд у ирландцев. Тем временем датчане захватили крепость Минск. А Галица-Волинская княжесть захватила крепость вторая письма у Великого Литовского княжества. Тем временем Псков захотела у новгородцев крепость Псков. Но, как видим, сейчас идет битва Шведов против Золотой Ры. Да, точнее, Золотая Рыда против Шведов. Вот так, только много тут, в принципе, событий. Вроде бы я вам все рассказал. Итак, что сейчас у меня? У меня сейчас небольшая армия из 32-х человек. И один вот он. Я подбрал его в баре в Никее. Нет, это НПСЕ. А этих, основных, я взял у своей деревни. Также, как видим, у меня есть захваченный венецианский лорд Джованни Джандола. И у меня почти нет денег. Но это не проблема, кстати. Так как моя красильная в Никее, которую я построил, и моя деревня окупает все эти расходы на мою небольшую армию. У меня даже плюс 1000 золотых в месяц имена от Акгалиполя, Торрента Акгалиполя. Сейчас, как видите, я построил мельницу, стрижевую башню. А также построил сельскохозяйственное угодье, которое там, сельскохозяйственное угодье этого города. Вот так, я не знаю, где вы тут ее построили. Кстати, далеко почему-то строится от самих деревень и городов. Где-то сельскохозяйственное угодье наших деревней, я не знаю. Да, кстати, вещи. У меня остались это еще, как сказать, после служения моему императору, так скажем. Вот все эти вещи. Это визионатистская кольчуга, укрепленные поножи. А вот это я уже захватил. Я не помню, у кого захватил шлем с маской. У бандитов, что ли? Не знаю, как у них оказались. Вот этот шлем с маской грубый, который 107 плюс защиты головы. И ламильярные перчатки. Ну и, конечно, лошадь хромовый рысак. А вот это я уже купил. Я, кстати, копьеносец хороший. Вообще, у меня кельская импера именно копьеносец ценится. У них практически сейваска копьеносец. У всех копье есть. Кстати, я тоже неплохой копьеносец. Кстати, также в некоторых битвах я даже всю битву пробыл. Там было с нашей стороны где-то 600 человек, с их стороны 300 человек. И я, главное, всю битву пробыл и не умер. Вот это для меня, кстати, было достижение. Итак, что у нас? У нас ничего. Я даже не помню, где мы собираемся у нас. Наш маршал объявил где-то собрание нашей армии. А вот где, я не помню. Ладно, так мы съездим в Никею. Тут недалеко. До нашей небольшой армии. В принципе, скорость 5.0. Это хорошее. А да, кстати, против Латинской империи сейчас династия этих... Как их? Вот. Династия Хавсидов идет войной. У них, кстати, недавно также было перемирие с этими... Костельцами. И теперь они воюют только с латинцами. Спокойно, как видите, грабят деревни. Эти бедные деревни, которые сколько раз уже грабили. Даже не знаю. Отряды Якова Контари, Назара Дерина Копорич. Но это уже к Венгрии относятся. Деревня. Так, так. Степные бандиты. Ну, к нему войну. Дальше мы присоединиться к отряду стратегии Иона... Как его там? Иона Ман... Ядцесса. Хоп. Хоп. У нас в МС-4 против 13 их. Отлично. Так, битва начинается. Сколько у меня там... Неплохая... Неплохая армия. У него тоже так... Хоп. За мной. Поехал уже... Провокатор. Кстати, тут провокаторы появились, как я видел. Вот. Наш. Пошел. Ну, так как степные бандиты уже атакуют, так что он ни к чему был. И сезонимы едут. То ли мне поехать. Я же капприносец. Ладно. Атакуем. Пошел. Так, так, так. Главное, чтобы не лагнуло. Что ж такое... Ладно. Хоп. Одного лошади нет. Мы уже всех их убили. Однако. Я пока с одним возился. И всех их уже убили. Бустровато они так сделают. Ладно. Конечно, и потернет их. Их всех убили. Допустим. Хоп. Большинь тридцатей дна. Мало нас с одной девушкой. Мария. Из кого там. Не помню. Какого лорда. Она подлежит. В общем, она сестра этого лорда. Хоп. Хоп. Так, едем. Куда мы хотели бы. В Никею. Так. Я уже 22 уровень. Как видите. Прокачиваю себе здоровье. И мощный удар. Основное. Основное. И так же, как видите, силу прокачал. Тут. Одноручное оружие. И древковое оружие. Так как это копье. Это к дырковому оружию. Мало относится. Так, едем до Никии. За нами деревенские фермеры едут. Так. Ну. Ой, я прогуляться по городу случайно нажал. Ладно. Как видите. У всех городов Никиевской империи и Латинской империи. Одна сцена города. Вот такая. В византийском стиле. Выполнена. Ну-ка. Не так. Счет 8. Счет 6. Нет. Счет 9. Счет 10. Отлично. Оп. 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 И ножи просто таки остаются. Ну и физика тут. Давай уже. Возрушайся. Отлично. Уходим. Вот моя красильна. Которая зарабатывает где-то 300 золотых в месяц. Или сколько? В неделе точнее. Счет вот. В настоящее время мы производим бархат ценностью 2064 динария. Каждую неделю, в то время как количество шелк-сырец должен был провести ее затрате на 1262 динарии и работе силы из содержания 160. Кроме того, вы должны будете также купить краску с ценностью 200 динариев. Это означает, что мы теоретически делаем прибыль в 359 динарии в неделю. Я предполагаю, что у нас нет никакого сырья в материальных запасах. И что мы их продаем впоследствии на рынку. Так, так, пока. Тут же у меня, кстати, дама, о которой я говорил. Так. Ну, вроде мне не надо ничего покупать, ничего продавать. Вот это я, кстати, тоже продавать не буду. Так как при выступлении, как стоял, стал я лордом Никисской империи. Мне император дал вот этот плотный русский доспех и сказал, что это символ нашей империи. И поэтому я не продаю ее его. Что еще сделать? На арену? А, ну да. Ночь же, дверь закрыта. В таверну. Кто у нас тут? Есть путешественник, посредник, куманские легкие ссадники, блудница. Сколько стоишь? Много. Очень много стоит этих. Хотя они к 50-е, причем явно хорошие. Стихнутая маска, как у меня. Артисты такие. Хочу заполнить вы показать, но возьму их компанию. Кого? Что поделать? Так, что же сделать? Даже не знаю. Пойти, где мы собираемся хоть? Какой крепость, какой деревни. Так... ... Так... ... Продолжение следует...